Театр Дедушка Мороза И воспитанники стараются не разочаровывать своих наставников. Пляшут, поют, читают стихи. Аня Микифорова на утреннике была льдинкой, а сейчас уже примеряет новый образ. На празднике в другой группе детского сада она будет снегурочкой. Я буду с Дедом Морозом там говорить что-нибудь там, танцевать с ребятами, сдавать подарки. Вот это все для детей любимое, когда раздают подарки. Это все скажут, наверное, да? Многие родители заражаются такой творческой атмосферой и тоже всячески креативят. Например, сами шьют к выступлениям костюмы. Отличиться от всех, индивидуальности какой-то хотелось. Даже пусть он какой-то не совсем совершенный этот костюм, но он смотрится и хорошо, и ребенок в нем совершенно по-другому выглядит. Он чувствует себя, да? Актером. Ты чувствовала себя актером? Да. Кто знает, быть может, немного повзрослев, эти ребята захотят навсегда связать свою жизнь со сценой и театром. Как, например, получилось у юных солисток хореографической студии «Мозаика» районного дома культуры и досуга. Девочкам уже по 14 лет, 10 из которых они выступают на сцене. В главной елке Ленинского района юные артистки участвуют уже четвертый год. Самое главное – это, конечно, увидеть улыбку зрителей, когда им нравится, что ты делаешь, но и самооценка. Всегда выходишь и вспоминаешь, а что я не так сделала, а что я так сделала, что я забыл, где я что-то не так опять. Вот, то есть, как бы важно и то, и то. Но отклик от зрителей, конечно, обязательно, потому что без этого как-то неинтересно. Мне очень нравится ходить на всякие мероприятия, я много выступаю, участвую практически во всех концертах. Я очень рада, что я занимаюсь танцами. Мне очень приятно то, как нас поддерживает зал, это добавляет силы, энергии. Это очень радостно. С ними соглашается и их старший коллега по цеху, актер театра студии «Маска» Максим Баталенко. Роли приходилось играть много, но на самом деле она одна. А самая главная и самая важная роль – это порадовать ребенка. Все остальное прилагается. Это может быть даже страшный Бармалей, или это может быть добрый ученый кот. Но все они делают одно и то же, они радуют детей. Вот, собственно, и все. Для многих ребят, да чего уж там, взрослых, Новый год – самый любимый праздник, в том числе и благодаря таким вот народным артистам. Для меня Новый год – он важнее, чем день рождения. Праздник, без которого вообще нельзя жить просто. Самый важный праздник в жизни. Это такой праздник, без которого просто жить невозможно. Когда приедет Дед Мороз на своих санях с оленями, когда он приносит подарки, и когда так комфортно в доме. Это для меня самый главный праздник в году. Это стол, еда, хлопушки, гуляния. И дело, скорее всего, не столько в подарках, а в том, ни с чем не сравнимым предвкушением чуда, что каждый из нас испытывает в этот светлый праздник. Ведь в каждом взрослом живет ребенок, верящий в сказку, несмотря ни на что. Татьяна Брылова, Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.